Женщина не знает, для чего она живёт, она вообще абсолютно не знает, она невежественна. И считаю, что бездуховность и невежество – это две причины, почему женщина сегодня разрушает всё вокруг себя. Однажды в жизни всё-таки поняла, что, может быть, стоит остановиться и задуматься. Мы выносим из семьи, из какого-то окружения определённые жизненные правила. И я жила по своим правилам, по своим законам, но в итоге как бы осталась у разбитого корыта. Наша СМИ сегодня диктует женщинам, какие они должны быть. И мало женщин, которые говорили, девушкам, молодым, послушайте, это не главное, 90-60, 90 параметры. Это не главное твоя внешность, это важно, но это не главное. На мой взгляд, идеальная женщина – это комфортная женщина. Женщина, обладающая неуловимыми чертами, их невозможно описать, их возможно только почувствовать. Вообще считаю, что женщина, если она способна поднять упадшего ребёнка с коленок, отряхнуть ему грязь, сказать какое-то ласковое слово, такая женщина способна и поднять мужчину с тех же колен, и сказать ему 2-3 слова оптимистические, благодаря которым пойдёт дальше. Идеальная женщина – это женщина, знающая себе цену, знающая себя как личность, как человека. Я считаю, что если женщина без цели, это злая, огорчённая, нежелающая жить, излучающая горе, счастья, претензии. С этой женщиной невозможно жить в доме, от такой женщины хочется бежать. То есть я раньше считала, что сильная женщина – это та, которая на мотоцикле ездит, ну или там по-русски искусством владеет. Но прожив годы, я поняла, что сильная женщина – это та, которая способна, несмотря на падение своего мужчины, несмотря на его недостатки, какие-то проблемы, остаться с ним рядом и быть ему верным. Но та женщина, которая знает, кто она, кто она как личность, она никому ничего не доказывает. Она живёт, она живёт полной жизнью, она живёт счастливой жизнью. И только такая женщина, способная дарить счастье. И возрождение духовное помогло мне осознать, кто я, ответить на два важных вопроса, которые стоят впереди. Это кто я и чем я должна заниматься. Лишь только потом, с кем я должна жить. Однажды я просто внутри сказала, почему бы мне вот сейчас не дойти до конца. Не размениваться там, да, вот может быть здесь вот так, а здесь так. А именно вот раз и навсегда. Пусть я лучше умру, но я не сдвинусь этого пути. И пришёл момент, когда я поняла, что мне нужно взглянуть на себя, набраться смелости, взглянуть на себя. Так кто же я настоящая внутри? Потому что мне приходилось признаваться самой себе в тех вопросах, которые я не хотела признаваться. Сказать, Оль, вот ты себя ведёшь так, но ты не такая внутри. Почему сегодня вот мой рецепт, почему сегодня я иду и прогрессирую? Потому что я в каждом дне немножко хотя бы маленький-маленький шаг, но я приближаюсь к той Жене, которую я однажды увидела в своей мечте. Я всё-таки поняла, что выше или больше, или там преданий такого мужчины, как Иисус, нет. И если я ему останусь до конца верной, он всё-таки восстановит все мои там провалы, пробелы, неудачи. Поэтому я считаю, что это всё-таки вот в этом победа. Ну, я сегодня, я такая, какая я есть. Без шаблонов, без масок, без искусственных улыбок. Такая я есть. И благодаря этому я расцветаю, благодаря этому я стану лишь той женщиной, которая создала у меня Бог. Перестаньте верить в ложь, в которую мы привыкли верить. То, что ты плохая, неспособная, недостойная. Не важно, кто тебе об этом сказал. Папа, мама, брат, муж, сват, не важно кто. Перестань в это верить. Начинай сама себе проповедовать правильные вещи. Подходи к зеркалу и говори, я самая красивая, я самая успешная, у меня великая судьба. И это будет так. Не торопитесь выйти замуж и не торопитесь рожать детей. Я считаю, что каждая женщина изначально должна состояться и ответить на вопрос, кто она всё-таки. Отношение её с Богом, отношение её с человечеством, вообще с миром, с окружающими людьми. А потом, как полноценная, самодостаточная, мудрая и красивая женщина, она находит того, с кем она может поделиться, всем тем, что она имеет внутри. И, соответственно, конечно, это дети, не просто только муж, это ещё и дети, которым она способна дать своё счастье, свою любовь, свою полноценность. Тогда она будет счастливой, её семья будет счастливой, её окружение будет счастливой. Я желаю тебе, дорогая женщина, быть настоящей, не бояться быть настоящей такой, какая ты есть. Потому что именно в этом ценность. Даже если твоё настоящее, она не совсем красивая, она не совсем ухоженная, твои эмоции настоящие, может быть, они не совсем входят в формат. Но признайся, что они у тебя есть, и тогда Бог будет способен менять твои эмоции, менять твой внутренний мир. Да даже не Бог, а ты сама будешь способна их менять. Пока ты отрицаешь эти вещи, ты не способна переформатировать свою жизнь, ты не способна что-то изменить и расцвести. И поэтому я желаю взглянуть внутрь себя и найти, кто ты. Субтитры создавал DimaTorzok